МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Взрывы в Бейском банке. Ну вот чтоб вот так вот. Сколько похищено и кто мог совершить преступление? Почему гибнут пчелы? И как обработка алтайских полей ядохимикатами скажется на урожай? Вынужденная остановка, когда Сергей Шубенков сможет вновь приступить к тренировкам. Итак, в Бейске взорвали банк. Взрыв прогремел в 4 утра на первом этаже жилого дома. Таким образом грабитель решил похитить деньги. Каков ущерб и другие подробности этого ЧП в материале Евгения Плохотина. Мощный хлопок в отделении коммерческого банка, который находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома, людей разбудил в 4 часа утра. Больше всех вздрогнули те, кто живет на втором этаже, прямо над эпицентром взрыва. Глубокая такая ночь, все люди спят, естественно. И вот этот вот дадах. У меня первый ребенок, услышав, подскочил. У меня в зале, мама, что-то, говорит, так, шандарах. Ну, я напугалась. Думаю, да, может, что-то на улице. Говорю, машины стоят тут под углом. Ну, мало ли, что бывает. Ну, вот чтоб вот так вот. О том, что именно бомбануло, люди поняли не сразу. Версии случившегося были разные. Одна из них – взрыв газа. Так как большая часть многоэтажек в центральном районе Бийска газифицированные. Глубок. Я сильно испугалась. И все. Вот так сегодня выглядит помещение, в котором произошел взрыв. От самого банкомата практически ничего не осталось. А вот и сам грабитель. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчина в кепке и с черной сумкой в руках зашел в отделение, где находились банковские терминалы. По предварительной информации, преступник закачал в один из них газ, а после произвел подрыв. Дальше он собрал разлетевшиеся по комнате наличные и быстро убежал. На всю операцию у налетчика ушло порядка двух минут. Сумма выручки, как и личность самого грабителя, пока устанавливаются. По некоторым данным, преступник мог похитить несколько миллионов рублей. После того, как произошло происшествие, туда незамедлительно выдвинулись сотрудники органов внутренних дел. Необходимо отметить, что там отработали уже эксперты. Все следы, которые изъяты с места происшествия, направлены на экспертизу. Сам дом от взрыва не пострадал. По крайней мере, никаких заявлений от жителей не поступало. А вот в соседнем отделе с нижним бельем хозяева обнаружили небольшой погром. Ну, смотрите, мы уже после дознавателя поставили на место стул, он был перевернут. Стекло. И все. В Бийске это первый случай такого дерзкого ограбления. Однако по всей стране подобные преступления уже случались и не раз. И, скорее всего, это дело рук заезжих гастролеров. По данному факту в полиции уже возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. А в Варнауле сегодня пришлось выкурировать 150 посетителей строительного супермаркета «Аксиома». В Большом торговом центре после обеда разгорелся пожар. Аксиома горит. Террористический акт, походу. Предварительной причиной пожара спасатели называют короткое замыкание. Густой черный дым шел от крыши с правой стороны здания. На месте работало несколько пожарных машин. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. До приезда пожарных все посетители и сотрудники успели покинуть магазин. Никто не пострадал. Выгорело 150 квадратных метров. Был внутри, выбирал раковину. Сигналка сработала четко. Пожарных две машины прибыли плюс-минус 7 минут. Повезло, что не разошелся огонь. Похоже, крыша прогорела. Вроде все вышли до сильного дыма. Потушили одной машиной за пару минут. Ну а это ЧП приобретает масштабы уже не районные, а российские. Обработка полей, сельхозкультур, ядых и микатами приводит не только к гибели пчел. Это прямая угроза всему урожаю и даже здоровью людей. Вредные вещества хранятся в почве до 10 лет и могут привести к тяжелым заболеваниям. Об этом сегодня рассказал председатель Союза пчеловодов края Сергей Тастан. Несмотря на то, что насекомые гибнут, обработка полей продолжается. Вот видео, которое нам выслали жители села. Накануне в Косихе пестициды разбрызгивали прямо посреди дня. Местные пчеловоды считают это главной причиной убытков. По словам пасечников, их пчелы либо не возвращаются, либо по прилету живут недолго. Вот такие снимки, которые вы сейчас увидите, были сделаны в начале июля. Всего же в крае, по данным Сергея Тастана, пострадало несколько десятков районов. В России пчелы гибнут более чем в 30 регионах. Ситуацию уже назвали экотерроризмом. Причины и последствия в нашем материале в ближайших выпусках. Ну а сразу после этого выпуска новостей смотрите большое интервью с председателем Союза пчеловодов края Сергеем Тастаном. Жители региона помогают пострадавшим от наводнения в Иркутске. Сегодня ночью из Барнаула отправилась фура с вещами и продуктами. Сбор шел неделю. Всего отправили 25 кубов гуманитарного груза. Напомним, сильнейшее наводнение в Иркутской области унесло жизни 23 человек. Тысячи остались без крова. Как откликнулся Алтайский край на призыв о помощи, расскажет Ирина Корчагина. Теплая одежда, обувь, посуда, детские игрушки. Все эти пакеты и коробки уже через сутки будут в Иркутской области. Только вдуматься, 34 тысячи человек там остались без жилья, мебели, техники. Элементарно, без одежды и еды. Всю неделю жители Барнаула на Волтайской и Бийска приносили постельное белье, подушки, консервы и крупы. На сегодня коробок 20, это больше. Самая необычная вещь, которую передали барнаульцы – свадебное платье. Возможно, кому-то пригодится и оно. А вот куртки, детские вещи, продукты питания – все это обязательно найдет своего хозяина. Кстати, фуру от Барнаула до Иркутской области оплатил алтайский предприниматель. Стоит перевозка недешево – порядка 100 тысяч рублей. Удалось нам собрать порядка 25 кубов гуманитарных грузов. В килограммах посчитать сложно, потому что здесь и постельное белье, и одежда, и продукты питания, длительного хранения, и крупы различные. То есть килограмм посчитать сложно. Мы этим не занимались, потому что сам объем гуманитарных грузов, который приходил за все это время, он достаточно большой. Сегодня ночью эта фура отправилась в Иркутскую область, в городе Тулун. Машина будет через сутки. Если гуманитарная помощь от алтайского края потребуется еще, волонтеры готовы устроить вторую волну сбора помощи. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А вот героини нашего следующего материала помогать не торопятся. Барнаульская пенсионерки с трофическими язвами в очередной раз отказали в госпитализации. Говорят, цитируем, приезжайте, когда будет гангрена. Многие женщины в буквальном смысле гниют. Зрелище не для слабонервных. Наши корреспонденты попытались выяснить, почему медики отказывают в помощи. Поднимаю, она бывает падает, орет, кричит. Мы были вынуждены замазать некоторые крупные кадры. Реальность ужасающая. Инвалид второй группы, пенсионерка Нина Алексеевна, заживо гниет. У женщины варикоз, который перерос в трофические язвы. Женщина мучается больше пяти лет. Еще неделю назад она могла потихоньку передвигаться, но состояние ухудшилось. Сейчас не может ни ходить, ни лежать, спит только сидя. Терапевт направил женщину в 8-ю горбольницу в Барнауло. Но там отправили домой, рассказывает единственная дочь пенсионерки. Отказывается лечить, в том числе в троспасовской больнице. Мы привозили больницу, получается, на скорую помощь и обратно на груз привозки. Полторы тысячи платишь, и нас увозят из больницы обратно. Говорят, мы нас таких не лечат. Трофитической язвы. А почему не лечат? Они как-то аргументируют это? Ну, потому что такие не лечат. Люди должны помирать дома, по сути говоря. По словам дочери, медики сказали приехать в больницу, когда начнется гангрена. А, кстати, там же Юлии посоветовали облегчить себе жизнь и отвезти мать в дом престарелых. Я говорю, да сейчас прям. Не буду я ничего делать. Я не буду отвозить свою мать родную и ложить в дом престарелых. Зачем я пнуть просто под зад? Юлия говорит, что уже звонила в Минздрав. Там сказали, что зафиксировали проблему. Нам же в ведомстве пояснили, что такое заболевание не лечат в стационаре. Показаний для госпитализации в указанную в сообщении медицинскую организацию и проведение оперативного вмешательства на момент обращения у пациентки не было. Сейчас дочь и мать едва сводят концы с концами. Вся пенсия, Нина Алексеевна и зарплата дочери уходят на лекарства, чтобы хоть как-то снять боль. А в Минздраве после огласки лишь предложили направить женщину на осмотр в краевую поликлинику. Мы намерены следить за судьбой женщины. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А 17-летнего барнаульца, которого ударило током во время снятия селфи, перевели в общую палату. Больше трети тела юноши обожжено. Сейчас, по словам сотрудников «Крайздрава», он идет на поправку. Прогнозы на выздоровление хорошие. Напомним, юноша ударило током 6 июля в Новоалтайске. Он с другом забрался на цистерну поезда, где хотел сделать селфи, и там задел контактную сеть. Сейчас следователи проверяют действия подростков и тех, кто должен наблюдать за порядком на железной дороге. Ну а барьерист Сергей Шубенков вынужден проходить лечение за границей. Чувство юмора спортсмен не теряет. Свою травмированную на забеге в Марокко ногу он сравнил с Валенком. Перед выездом в очередной турнир в Соединенные Штаты у него распухло колено. Под угрозой главной старта сезона – чемпионат мира. С последними новостями из мира легкой атлетики Кирилл Политов. Ну давайте, если под специальную тревогу, тогда статодинаминку, конечно, вам-то. Ну а вам обычно надо заниматься. Вам, гражданка, в частности. Нет-нет, не ищите его глазами. Его здесь нет. Вот даже с этого ракурса не увидите. Он улетел в Австрию, но обещал вернуться. Именно там Сергей Шубенков проходит курс реабилитации. Содор на плечо и колено. На эмоциях в этот момент Сергей даже и не понял, что произошло серьезное. Лишь в замедленном повторе можно разглядеть. При падении его извечный соперник Амар Маклиот, словно многотонный пресс, прижимает левую ногу Шубенкову. В дополнение ударяется еще и второй. Цена такой красивой победы оказалась слишком высока. Вернулся в Барнаул, отправился к медикам. Через несколько дней начались тренировки. В полную силу не получалось, мешали травмы. Впереди были два важных старта в США и в Венгрии. С тренером Сергеем Клевцовым решили лететь, а уже на месте подумать, стоит ли бежать. Ночью перед выездом в аэропорт у Шубенкова распухло колено, поднялась температура. Отменили все старты, тренировки. Вновь врачи сначала местные. Теперь уже и вовсе зарубежные. А то, что мы начали здесь делать и по лечению, помощь, конечно, главврача нашего КВФД Татьяны Викторовны Лукашиной, она неоценимая. То есть она реально находила нам тех специалистов, которые нужны. И сейчас, например, там австрийцы, они же ведь ничего не сказали того, что, предположим, там эти люди делали неправильно. Хотя, хотя, говорят все, что русскому хорошо, австрийцу смерть, но это, видно, не тот случай. Это первый случай в карьере Сергея Клевцова, когда в самый разгар сезона его знаменитый подопечный получил серьезную травму. Последние новости. Шубенков вновь вернулся к тренировкам. Там, в Австрии, все с согласия и контроля Клевцова. После возвращения на родину скорректируют график подготовки. Пока есть предварительные даты забегов. Во второй части августа Париж и Бирмингем. По-прежнему главная цель 2019-го чемпионат мира в Катаре. Обещают, самый быстрый барьерист страны еще вернется. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком. А вот бежал бы Сергей с таким талисманом, может, все бы обошлось. Во всяком случае, в чудесные свойства этого зубастика верит жительница Барнаула, которая уже несколько лет шьет игрушки-домокуны. Прототипом послужили мультики персонажей японских короткометражек. В России эти игрушки стали символом и талисманом японских автомобилей. Наша съемочная группа познакомилась с маленькими коричневыми монстрами. Вот, самих домокунов я шью уже с 2016 года. Дом, семья, работа. Анастасия Богатая – обычный офисный работник. Вот только увлечение у нее необычное. Настя уже много лет занимается автоспортом. Сама устраивает автогонки. И когда в 2016 году в доме девушки появилась швейная машинка, она, не раздумывая, начала создавать домокуна. Эти мультгерои являются символами японского авторынка. Я шила для себя сначала, и потом просто у меня увидели автолюбители, автоспортсмены, в тех кругах, в которых я, так скажем, нахожусь, ворюсь, увидели эту игрушку у меня в машине и попросили тоже им изготовить. Ну и так вот пошло-поехало. Со временем муж у меня организовал такой небольшой творческий уголок, и я начала, собственно, творить, производить. Зубастый домокун похож на доминошную кость. Несмотря на то, что этот мультяшный герой не слишком популярен на российских экранах, для ценителей японских автомобилей этот зверек стал неотъемлемым атрибутом тюнинга. Для меня домокун – это, знаете, в домах есть домовые, которые охраняют дом, и покой хозяев. Для меня домокун – это тот же домовой, только в машине, которая живет. То есть он находится постоянно в машине. Желающих приобрести зубастую игрушку много. Анастасия сшила уже 320 штук. Все они разъехались по стране. Самый известный домокун живет в Краснодаре. Он – герой местных автовыставок из-за своих больших размеров. Настя говорит, в пору бы начать массовое производство. Вот только времени не всегда хватает. К тому же для девушки это в первую очередь любимое занятие, а не заработок. Бросать свои увлечения и не намерена. Настя начала шить нового зверька для местного автоклуба. Потому что я знаю про них все, я их люблю. И я не знаю, это мое увлечение, хобби. И я надеюсь на всю мою жизнь. Дарья Демиллер, Антон Васильев, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok